Вопрос задать по поводу Сен-Пьера. Наверное, не случайно Кевин Ли оказался в его зале. Стилистически он похож, ну как-никак. Каким-то чудесным образом он там. Как ты думаешь, готовится ли реально он к бою с тобой? Наверное, не то, чтобы именно ко мне готовиться. Просто, наверное, хочет улучшить себя как боец. Я знаю, Сен-Пьера оставил из спорта. И он сейчас на пенсии, как говорится у нас. А так у него и без меня хватает проблем. У него последние четыре боя, по-моему, три проиграл. Не то, чтобы со мной. Ему надо на Ислама готовиться. У них сейчас поведутся переговоры. Где-то на март месяц в Вегасе. Ведутся переговоры. Так что я думаю, что ему надо на Ислама готовиться. И чтобы драться за пояс, ему надо выиграть 3-4 боя как минимум. Потому что у него уже был шанс. Он уже дрался. Он проиграл. После этого он еще два боя проиграл. Так что я думаю, что у него и до меня работы хватит. В январе будет бой Дональд Сироне и Конор Макгрегор. Как твое мнение? Кто из них выиграет? В последних десяти боях, по-моему, семь или восемь боев проиграл Сироне. По-моему, семь проиграл. И тот тоже уже почти четвертый год ничего не выигрывает. Так скажем, вторая лига. Кто там выигрывает особо вообще не интересно. То есть меня удивляет, что Дана Уайт говорит, что если он победитель их пары, ну типа если Конор выиграет, я выигрываю на Тони Фергуссона, типа тот будет в реванше драться. Ну кто будет драться, я принимаю уже решение. Так что я думаю, что чтобы встретиться, ему надо сперва гонять вес 70 кг. И сделать, как я сделал, чтобы за пояс подраться 10 боев победной серии. Тогда мы подумаем о реванше. А пока выигрывает второсортных бойцов, которые с 10-7 проигрывают, и драться в 77, и заслужить 70 кг пояс. Пока я там буду, такого не будет. Так что нормально все, не переживать. Как ты оцениваешь свои силы против Тони Фергуссона, как участник этого боя, какие у тебя прогнозы? Шансы как мне оценивать? Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно. Я считаю, что я намного лучше него в борьбе. Я намного лучше него физически. Я крепче него. Я еще не проигрывал, в отличие от него. В отличие от него, я еще не падал на канвас. У него, по-моему, 7 нокдаунов в UFC. Очень много падает от ударов. Так что бить я умею, а его я особенно буду сильно бить. Так что я думаю, что... Ну, также, наверное, будет правильно, если отметить его тоже сильные стороны. Он тоже идет на хорошей победной серии. С 12-го года не проигрывал. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречались два бойца, у которых 12 побед подряд. Так что это будет большое историческое событие. И как к сопернику я к нему отношусь очень ответственно. Я тренируюсь, где бы я ни был, но с января я начну усиленно тренироваться. Если я сейчас с декабря начал усиленные тренировки, было бы неправильно, потому что до боя 4 месяца можно перенагрузиться. Чтобы распределить равномерно нагрузки, мы начнем с января. Вот где-то 100 дней тяжелых тренировок и, как говорится, в бой. Твой отец говорил, что после боя с Фергюстом еще несколько боев, и ты закончишь карьеру. Почему так? Даже не знаю. Ну, пока у нас нет такого плана, когда именно мы закончим. Но я знаю точно, что это не за горами, как говорится. Очень близко это время. Но пока я не хочу думать о будущем. Еще надо дожить, еще до апреля, еще надо подраться, надо выиграть. Так что я не люблю далеко от заглядывать. Сейчас у нас есть соперник Тони Фергюсон. Очень серьезный соперник. И я думаю, что надо сперва этот бой провести. Потом мы аккуратно сядем, подумаем, что дальше, а вообще осталось ли вообще дальше смысла драться. Ну, смысл-то всегда будет, он будет в деньгах. А надо ли это вообще? Тоже подумаем. Ну, я сейчас просто себя чувствую хорошо. Прошу мне 31 для боев, для спорта. Вообще, это очень хороший возраст. И до пенсии по возрасту мне далеко, но это не за горами точно. Сколько вы самое многое сгоняли вес? Не знаю, если это назвать весогонкой. Вот я когда не был в форме, до барбозы. Это было, это мне сделали в апреле операцию. В апреле я не тренировался. В апреле, май, июнь, июль не тренировался. Я в госту тоже. Ну, пять месяцев. Первого сентября я начал тренироваться. У меня было 91 килограмм. Я должен был 29 декабря показать 70 ровно. Ну, 70-500. Ну, это получается почти 20 килограмм. Мне сделали на спину операцию. Мне вообще ничего не было делать. Не бороться, не бить, не бегать. Нужно было пять месяцев. Надо было полностью отдать, так скажем, отдыху. И вот 91 я тогда весил. Я набрал вес. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь, конец декабря я уже был вес и выступил вроде бы очень хорошо против барбозы. Вот так вот это надо. А так в оптимальной форме я 84 весил. Всегда приходится гонять с 84 на 70. Сейчас есть информация о том, что Майлэзер планирует вернуться в ринг в 2020 году. Мы, насколько помним, вы хотели встретиться с ним по правилам бокса. На данный момент вы уже подтянули достаточно сильно стойку. Мы это видели по боям с Конором и по боям с Парье. Насколько реален этот бой? И как вы себя можете оценить в боксе? А и еще одно маленькое пожелание. Мы когда смотрели с друзьями ваш бой с Парье, честно говоря, моего друга чуть инфаркт не схватил, когда он взял вас на гильотину. Я надеюсь, мы все надеемся, что в бою с Фергюсоном ничего подобного не произойдет. Спасибо вам. Ну, что произойдет в бою, это никто не знает. Но я же тоже не хочу, чтобы меня душили, правильно? Ну, соперники тоже достойные выходят. Они же тоже не кукурузу охраняют, они тоже драться выходят. Насчет боя, скажем, у меня подписан контракт. Я подписал контракт, что буду драться 18 апреля. Так что ни о боксе, ни о Майлэзере я пока не думаю. И у меня очень серьезный соперник, и мне нужно будет пройти это испытание. А потом еще можно посмотреть. Но в боксе, конечно, это его вид спорта, и он этим занимается всю жизнь. Он лучше в этом деле. На данный момент 50 боев, 50 побед. Так что, что я могу сказать? Майлэзер – это один из величайших боксеров всех времен. Именно в боксе с ним будет очень тяжело. Так что я сфокусирован на поединке Тони Ферруссом. Ни одного поражения в карьере. Был ли бой, когда чувствовали, что противник, возможно, сильнее вас? Спасибо. Много таких боев было, когда я начинал. Когда вы сближаетесь с соперником, когда бой начинается, думаешь, где-то он здесь побыстрее, где-то он здесь поточнее. Там вошел в клинч, чувствую, что физически он тебя превосходит. Тем интереснее. Я думаю, у меня всегда так будет. Ну, бой начался посильнее, посвежее. Я думаю, ну, сейчас посмотрим первый раунд так. Первая минута. Во второй посмотрим. Третья минута, четвертая, пятая. К шестой, седьмой минуте уже бой так чуть-чуть приравнивается. Я уже чувствую, где-то уже моя скорость превосходит. Уже в клинче он не настолько сильнее, чем я уже чуть-чуть замедлился. Уже десятая минута. Уже бой мог полностью на мою сторону перевалиться вообще. Но я этим и отличался. Я любил загонять соперников. Постоянно. Постоянный прессинг. Постоянное давление. Знаешь, в какой-то мере и удовольствие тоже получаешь. Не то, что там ты ему наносишь какие-то увечья или ущерб. Нет, просто ты к этому готовишься, выходишь на бой, ставишь план на бой, и твой план, когда действует, так приятно будет. Так что много соперников было. Когда я начинал в первой минуте, я чувствовал где-то лучше. И в душе такое бывает понятие. Ну, хорошо, посмотрим сейчас дальше, что будет. Ну, первый раунд, первый раунд. Ты можешь просто соперником рубиться все 14 минут на последней минуте. Просто перебороть его и характером, выносливостью, и на свою пользу перевернуть ход поединка. Так что очень много соперников было, особенно в начале моей карьеры, когда 23, 24, 25, когда я еще физически не так окреп, чувствовал, что соперник лучше меня. Но выносливость и то, что ты можешь больше, то, что ты имеешь больше работоспособность, чем другие соперники, это мне всегда помогало. Фергюсон, самый сильный и опасный соперник из возможных. Я думаю, этот вопрос надо разобрать после боя, потому что, ну, сейчас никогда не знаешь, что произойдет, ну, потому что, просто не знаешь. По факту, по статистике, да. Когда мы зайдем в клетку, когда я его схвачу, я же не знаю, как он будет себя вести. Так что, тем он не интересен, этот бой. Ваш друг Криштиану Роналду, кажется, вообще не хочет заканчивать со спортом. Вот интересно, какие-то вопросы, какие-то советы, он дает вам по поводу продления физики, какие-то упражнения. Понятно, что виды спорта совсем разные, но все равно наш организм, он единый, в принципе. Вы знаете, вообще, оставлять то дело, чем ты занимался всю жизнь, это очень тяжело. Но хочешь ли этого, или не хочешь, не хочешь, разницы нет. Придет время, когда, если ты не остаешься, то спорт тебя оставит. Так что это разные вещи, вроде бы, одна, так скажем, направление, вроде бы, ты оставляешь спорт, спорт уходит, или спорт оставляет, тоже ты уходишь от нее, да, такое расстояние получается. Если ты ее во время не оставишь, то спорт тебя спокойно оставит, потому что будут чемпионы, будут более молодые, более голодные, более мотивированные, потому что ту мотивацию и тот голод сохранят, который у тебя был в начале своей карьеры. к концу он уже у тебя не будет, потому что ну, устаешь от этого, и тело тоже может постареть, хочешь этого или не хочешь, вечно ты, вечно здесь никто не будет. Так что нужно вовремя оставлять. Ну, ему сколько, 34? Ну, 35 уже, уже те кондиции, те, та реакции у него по-любому не будет. Разницы нет, он Криштиан или он Хабиб, там, придут люди и заменят их. Спасибо.